Ииии, всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Шиморо, а это Ark Survival Evolved. И сегодня мы... Ой-ой-ой-ой-ой. В нашей серии будем строить, соответственно, арену. Начнем строить, будем продумывать. Это я выстрелил. Ребята, соберитесь здесь. Сейчас будем крафтить, крафтить то, что нам нужно для арены и выставлять ее. Так, все здесь. Шиморо, а где Билл? Где Билли? Где остальные? А, Билл вот. Билл слился со стеной. Он со стеной слился, у него маскировка. Красно-зеленая. Смотри, какая у меня базука красивая. Золотая базука. Но она не золотая, это же, блин, зеленая. Это больше медный цвет получается. Ой, медный. Зеленая. Зеленая. Какой-то непонятный... А, нет, зеленая она у тебя, елки-палки. Да, сейчас... Сейчас нужно будет накрафтить сразу нужное количество, чтобы лишний металл не тратить. То есть, как и говорили, будем делать ее над водой на пиларах. То есть, фундаменты будут стоять на пиларах. Нам нужно закрыть все то озеро, получается. Для начала. И сделать это как можно быстрее, соответственно, всем вместе. Так, сейчас... Сейчас, секундочку, я посмотрю. Получается, пиларов нужно довольно большое количество. Так, 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 вот, пилары, видите, ребята? А дом будет какой? Железный, деревянный, каменный? А, кое-что? Железный, это много. Что, поглядь на железный? Она будет деревянно-каменная. Мало ли. Арена, да, деревянная, каменно-деревянная. Каменно-деревянная, да. Да, у нас камня есть, в принципе, много. Просто нужно это все будет сделать, перевести как раз туда. И, соответственно, и на арене будут самой пилары сверху стоять, получается. То есть, вот так вот, ребята, сейчас, сейчас посмотрим. Арену надо строить, поэтому мы сейчас вот собрались, и нужно ее делать, потому что гладиаторские бои тоже можно попроводить. Точнее, не можно, а это будет весело, мне кажется. Так, хорошо, каменные пилары есть. Где у нас сейчас хранится весь камень, получается? Вот тут, наверху, где Джамбу прыгает. Ну, все тогда, давайте начинаем строить фундаменты и пилары. Там посмотрим уже, сколько нам хватает, не хватает. Единственное, что у нас сейчас... Наверное, лучше всем раздеться, чтобы больше вместимости было. Ну, по идее, да. По идее, да, но... Оружие вот много занимает патроны, у кого там есть. Так, сейчас посмотрим, что у нас здесь, ребята, есть. Кто знает, кто на нас нападет? В шкафчиках. Ну, вот здесь вот камень. Ну, кстати говоря, да, не всем стоит раздеваться, поэтому лучше оставьте как есть, мало ли. Потом еще слетаем на патруль маленький вокруг. Сейчас главное сделать основу всему. Так, сейчас посмотрим, ребята. Так, что нам, получается, нужно? Вот так, это не то. Заходим, значит, в крафт и Бенгрампоинтс. И смотрим, что у нас сейчас точно нужно для каменных пиларов. Пилары, получается, и фундамент должен быть каменным. Правильно, Нофикс? Воденфандейшн. Я наверху. По стокам не таскать, конечно, это большой перегруз, если вот так вот полностью сгружаться. Нужно сразу сейчас тогда раздеться. Да, сделаем так. Временно. И перенести им большое количество ресурсов как раз. Сделать... Не, можно на себе же накрафтить, по сути. А вам так, камень, дерево-то все на себе держит. Да, да, да. Да, 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 так и сделаем. Основа должна быть попрочнее, чтобы проблем не было. Ну, каменная, скорее всего. Все камень, да. Ну, пилары и, естественно, фундамент должен быть каменным. Так, солома, дерево и камень. Солома, дерево и камень. Единственное, что сдвинуться с места не получится. То есть, вот, берем дерево. Уже у нас идет с вами вес 159, поэтому мне придется... Да, 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 сейчас я, ребята, разденусь. Я в птицу все сложу. Так, где моя птица? Вот она, зе птица. Также мы, ребята, изменили теперь. Какую штуку сделали? В трайбе теперь владеет каждый своими девайсами. То есть, пин-коды теперь работают. И, соответственно, дома, структуры и прочее владельцем является тот член трайбы, естественно, который владеет этим. Изменили мы это. Теперь багов никаких вроде бы с этим нет. Поэтому мы не пострадаем от каких-то таких вот изменений. Так, арбалет тоже выложу. Сюда вот выкладываю. Ну, а доспехи я на себе оставлю. Потому что доспехи... Доспехи важны. Так, раздеваться полностью не нужно. Сейчас возьмем... Возьмем, естественно, фондейшн. Возьмем... Сто дерева. Возьмем камешек. И возьмем солому. Так, так, так. Возьмем солому. Я здесь, я здесь, я здесь. Солому еще. Там настройку одну надо изменить. Какую? Структур овнер шифт. Надо на вторую поменять. Персональ овнер, три снаб, админ демо. А то с третьей проблемы будет строить. А, да-да. Трайб овн ты имеешь в виду? Нет. Вторая именно посредине. А, да-да-да. Все понятно, да. Да-да-да. Как было у нас тогда, когда случился баг. Да-да-да. Ну, да. Я не буду багать. Ну, надеюсь. Так. Ну что, оголяем ляжки? Нет, ляжки можно не оголять. Можешь выгрузить в свою птицу свои вещи. Потому что мало ли, блин, так. Подстава какая будет. Так, делаем, ребята, блоки. Делаем пилары. Запиливаем, соответственно. Нам нужны еще, получается, камни, дерево. И солома. Так, камень взял. Дерево у нас тоже много. И, соответственно, нам нужны... Ну что, крафтим-то? Да-да-да, начинаем уже. Уже начинаем крафтить. Вот, пожалуйста. Солома и камня. Так, тихо-тихо-тихо-тихо. Не хватает уже, да? Можете подпределиться, кто что крафтит или нет? Ну, мы не сможем сейчас сразу посчитать. Лишнее потом отложим. Что нам? Как бы все крафтим сейчас пилары и фундаменты. Хотя бы по... Давайте, ладно, хотя бы по 10 штук пиларов и по 10 штук... Фундаменты каменные делаем, да? Да-да-да. Так, здесь у нас дерево. И все забурились сюда. Опа! Видите, как они протолкнутся? Где дерево? Я что-то не видел. Справа, справа в углу. Дерево в конце, ну, там. Так, 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 так. Ко мне тоже получается. Видите, нужно много. Сейчас сделаю на 80. Плохо, когда ты не строитель, не вкачанный навес, ребята. Да, нам не нужны вообще. А, почему не нужны? Мы же на пиларах. На пиларах фундаменты. А, ты имеешь в виду крышу строить? Ну, подожди. Я думаю, часть все равно нужно сделать вокруг фундаментами. Посередине поставить пилары. Ну, как раз в самом озере. И на них уже делать через крышу. То есть, вокруг-то все равно можно сделать фундаменты. Потому что арена-то будет, там же еще будут пристройки к ней. А просто у нас сразу будет понять, куда мы пристраиваемся. Вообще, вообще, да, нам нужно больше потолка. Но я хотел сначала окружить. Я хочу окружить озеро. Фундамент, фундейшнами. Будет круто. Там с разных сторон будут входы специальные. Там же будет красиво. Там флаги будут стоять. Вся фигня. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Перестань, 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 перестань крафтить. Черт подери, еще стенки поставил. Ну ладно, пускай стенки будут. Мискликнуть здесь, конечно, это... Жалко, на эскейп нельзя сразу отменить. Ну, у нас, в принципе, много ресурсов. Нам не страшно. Поэтому делаем сейчас потолки. Нужно много дерева. Нужно много дерева, да? Получается, вот так вот собираем здесь дерево сейчас. И крафтим. Вот тут бы рядом сразу с камнем. Да, вот так вот. Да, вот так вот, вот так вот. Солома, в принципе, много не весит. Поэтому можно крафтить в большом количестве. Сразу забираем камни. Проще вот так сделать. Раз, два. И сидеть. Доставая только дерево. Из двух шкафчиков. Вот так вот. Тенч. Тенч. И соломы уже не хватает, получается, да? Все потянули. Все работают. Так, сейчас, секунду. Да-да-да. Конечно, все. А ты что, халтуришь, что ли? Так, фондейшены. Делайте сейчас тогда пилары и потолки. Фондейшеном окружим потом. Пилары и... Блин, я уже начал фондейшен делать. Потолки. Минимум два пилара. И потолок. А что мы здесь стоим? Опять голенькая. А если нападут? А если враг придет? Ну, конечно. Давай тогда, делай. Каменные, каменные, да. И потом все вместе сразу уже полетим, сразу же застраивать туда. Опа-на. А мы что здесь делаем, братан? Че это? Че такое? А че-то здесь стоим. Стою, потею. Тут вон солнышко греет. Потею. А пилары и потолки? Видите, ребята? У вас тут много, в принципе, че? Ну да. Могу, это... Подуть. Подуть? Так, подождите, левел как раз скрафтили. Так, хорошо, давайте я ввес. Не, ну а че? Не, ну правильно че? А че за очередь? Я не пойму. Я говорю, что не протолкнулся. Да, кстати, не протолкнулся, ребята, поэтому берите дерево, что нужно, заходите с другой стороны к солому и к камню. Скиталь, возьми дерево и спрыгни, чтобы можно было... А, вот так можно с лестницы взять. Можно с лестницы брать, ребята. Тут, в принципе... А, единственное, что к камню, не про тому камню нужно крафтить. Удобно. Там самое удобное место в углу, потому что рядом находится и камень, и дерево. Солома там много не весит, по сути. Ну, в принципе, я все. У меня 24 пилара. Ну, так, кто-то пошел, я не знаю, да. Ну все, я тогда побольше потолков наделаю сейчас. У кого сколько, кстати, уже получилось? Так, у меня 10. Ага, 10. Ну, давайте сейчас минимум по 10 как раз возьмем, чтобы было. По 10 пиларов, по 10 потолков. А, убило много пиларов, тогда берите побольше потолков, сделайте. Кто подвинься? Оба. Ну и все, когда готовы будете, сейчас сразу спустимся. И, да, много мы, конечно, там не застроим, получается. Там сколько нужно примерно на вскидку. Ну, птиц можно загрузить. Кстати, да. Ребята, давайте загрузим в наших, в маленьких. И оттуда будем просто доставать. Птицы выгружайте, кто построен, построен, кто построил уже. И возвращаемся, еще делаем. Побольше потолков. Пиларов вроде бы много, но там нужно, наверное, пиларов, я не знаю, даже пиларов 50, получается, минимум. Меня поднимите, я уже спрыгну. Печально, да. Куда спрыгнул? Вниз? Да. Так, соломку набираем. Соломка много не весит. Камни набираем, естественно. В большом количестве. И дерево тоже. И начинаем снова. Процедуру крафчения. Камни надо набрать здесь вот так вот, просто. Дэнч, дэнч. Так же, как и дерево. Тэнц, тэнц. И все, и можно крафтить. Вот так вот, сразу по пять. Так. Что там не хватает у нас? Что там не хватает, получается? Дерево у нас. Кончается. Солома вроде бы. Есть соломы? Это не то, что нам нужно в большом количестве. Поэтому продолжаем крафтить. Продолжаем крафтить и еще. А вот камешек быстро кончается. Камешек уходит быстро. Так. Так. И совсем немножко осталось, да? Вот так вот выгружаем обратно. Крыша есть. Солому оставлю на себе. Так, сейчас. Так, стоп-стоп-стоп-стоп. Загружаемся в птицу. А ты бил только пилар и скрафтил? Немножко, а то я все, ничего не могу сделать. Ну, спасибо. Ну, давайте тогда встретимся внизу. Надо динозавров сейчас еще очистить там. Так, спокойно. Билл, ты что, на хвосте у динозавра прыгаешь? Я не понял, качели? Просто такой глюк был смешной. Да. Детство вспомнил. Детство вспомнил. Так, Донатоль. А что мы, получается, озеро закроем? А где будем пить? Где будем купаться? Озеро не закроем пиларами. Пилары же будут стоять. Ты же сможешь под них пройти. Че не так-то? Для этого пилары и ставятся, чтобы под них можно было пройти. О, нет! О, нет! Куда ты улетела? Я взял с нее, разгрузил и сам встал. Из-за того, что пиларов много. Так. Да, ну мы и начнем с середины. Будем выстраивать стороны просто. Вот, наверное, если смотреть прямо, то вот сюда надо динозавров отогнать, которые здесь ходят, гуляют. Парк юрского периода наш. Так, крафты был. И уже отсюда, получается, ввести застройку вот так вот, прямо. Как-то, я думаю, застроимся нормально. Вот этот вот мешающий, блин, псих. И птица моя, че она... А, иди сюда, иди сюда. Иди сюда, маленькая. Оп. Я вобью первый кол. Ты отсюда хочешь? Да, я хочу отсюда и начать в центр идти. А там уже расстраиваться. Лучше с другой стороны. Почему с другой? Потому что там поставить удобнее будет фундамент. Почему удобнее? Там поставить фундамент, а потом продлить. А зачем фундамент? И поставить ровно пилы. Чтоб поставить ровно пилы, а не в рандоме. Чтоб потом оно было непонятно. Так мы можем и... И вот ты потом полностью сможешь ровно поставить. Так он и здесь будет ровно. Вот отсюда, если начинать. Но фундамент у тебя есть сейчас один? Дай мне, пожалуйста, я посмотрю. Он вроде бы ровно должен поставить. Нет, у меня нет ничего. У кого сейчас фундейшн есть хоть один? А, вот, 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 вот вижу. Ну, здесь так же, а ровно, не ровно, какая разница? Пилыр и так пойдет ровно. Нет, ты не понял. Чтоб потом не... Если ты поставишь пилыр, допустим, вот здесь поставишь пилыр и здесь. Так мы вот от фундамента идем. То есть фундамент... Мы здесь можем начать с фундамента посередине? Ну, это же самое. То есть если мы здесь поставим фундамент и встанем напротив скалы, то ты же сам в направлении фундамента, а от него пилыр как бы и пойдет. Ну, вот здесь, по сути, вход будет основной. И если подать вот здесь фундамент, получается, и пилыром начать закрывать нормально будет. То есть если вот так вот, например, сделать... То есть отсюда и начать крыть. По сути. Ну, вот пилыр... Пилыр не присасываются. А нет, вот присасываются, да. То есть вот он... Вот он пилыр встает. Получается. И да, все. И он ровно начинает двигаться. То есть если вот так вот делать, да, все. Он квадрат нашел. То есть вот так вот, вот так вот. И все, и можно отсюда начинать строиться. Покрываем. Думаю, надо штук пять вверх. А то и шесть. Думаешь, выше еще? Да, высоко сделать. Че это такое, я не понял. Что за групповые... Че за змейка, ребята? Мы работаем уже! Че, физическая многоножка. Работать! Нет, не пять, я думаю... Я думаю, две вверх хватит. Зачем так вот? Нифига себе! Ну три, а с три вверх максимум, не? Ну вот, это четыре штуки. А они высоко входят? Как раз. Чтобы с воздуха бомбили арену. Изи. Ну вот здесь уже не встает пилар. А, подожди, да-да-да, встает получается. Тихо! Да ладно, нормально. Вот. Так, так. Да, пиларов надо тогда очень много. Очень просто. Вообще надо очень-очень-очень много. А где Билл с его пиларами в большом количестве? Вот он стоит. Я просто обеденно перерыв сделал. Покушал. Тебе вредно. И что ты начинаешь? Ага, понятно все. Так, и куда мне их вставлять? И теперь нам придется с птицы куда-то спрыгивать наверх, чтобы нормально ставить потолок. Все понятно. То есть это все криво получится. Уже два лишних в высоту пошло. Потому что снизу не видно. Тогда нужно было пристройку делать, если на такую высоту идти на четыре. Сейчас, стоп. То есть стоп, 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 да. Вот, нормально поставил вот один. Ну да, с птицы, с птицы, с птицы. С птицы можно строить нормально. То есть вот так вот. Опа. Ну же. А там Нофекс залетел. То есть это будет основной фондейшн. А там уже снизу мы будем застраиваться, ребята. Да, на строительство уйдет определенное время. Получается. То есть вот так вот. Вот так вот. И вот туда еще. Еще вот туда вот. Вот сюда вот. Вот так вот как-то нужно. Эть! Давай, маленький мой. Давай, мой маленький. Вот так вот. Посмотрите, какая архитектура, дорогие друзья. Это просто что-то невероятное на ваших глазах происходит. Это первый фундамент гладиаторской арены. Вы представляете? Это просто невероятно. Здесь будут проходить бои гладиаторов. Так, щас. Опа! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Че врезаться-то? Так, щас. Эй, че за фигня? Кто врезался? Блин, баг какой-то. Подожди, бро, я тебя выпустил раньше. Так. Вы видите, че происходит? В птицу врезаешься. Сори, Билл, не могу здесь птицы... А, нет, ты запрыгнул. Там глюк. Из-за сетевой синхронизации непонятно, выпрыгнул ты или нет. Да, все нормально. Так, ну, в общем, в принципе... В принципе, все понятно. Но нам, получается, сейчас нужно в два раза больше, чем мы сделали. У нас не так много получилось-то. У нас там дерево и... Я не знаю, мы даже половину не покроем озеро. Мне кажется, только начало. Ну, в принципе, дерево есть еще, но камни боятся не хватит. Камня вообще не хватит из-за трехэтажной высоты. И плюс сюда должен быть большой подъем. Основной вход будет, наверное, здесь. Здесь же ворота где-то рядом напротив. Да, вот там ворота как раз. А здесь пойдет основной вход. Черт подери. Единственное, что гладиаторы не смогут использовать гранаты. Сверху фундамент не поставить получается. Поэтому нужно будет сделать еще в центре помещения. А в центре арены. Железный... Железный купол. Где будет... А, как мы... Да-да-да. Ёлки-палки. Это интересный момент. Гранаты-то не поиспользуешь. Если деревянный потолок. Потом чинить арену после каждого боя. У нас каменный сейчас. У нас каменный. Да, получается. Проигравший чинит, да? Проигравший чинит. Так можно размозжить просто арену. Черт подери. А купол должен быть железный у нее. Любой человек, мимо пролетающий, сможет скинуть сюда гранаты сверху. И будет больно. Да, надо вернуться на базу и там взять еще ресурсов. Да, ребята, видите, какая беда? То есть, если с камнем, то красиво. Но с металлом дорого. Черт подери. Идея, конечно, хорошая. Но сейчас большой минус получается в том, что конструкция легко разрушаемая. Сейчас я еще накрафчу пойду. Вот. Конструкция-то у нас легко разрушаемая получается. И это очень плохо. То есть, придется делать какой-то мини-купол или купол на железных пиларах, который будет защищен, чтобы никто туда не смог гранаты закинуть. Черт подери. Ладно, давайте сейчас перекину. Вот так вот. Стенки абсолютно не нужны. Нужны будут подъемы. Я сейчас, наверное, займусь подъемами как раз. Чтобы было более-менее цельно все это дело смотрелось. Да, нам нужны подъемы, получается. Подъемы это вот здесь. Так, деревянный подъемчик у нас есть. Железный подъемчик есть. О, каменный подъемчик где? Подъемчик! Мой маленький подъемчик. Так, вот это что такое? Это не то. Metal ramp есть. А, ну, металлическая рампа-то есть. А где у меня каменная рампа? То есть должна идти где-то здесь. Или каменные рампы? Каменные рампы, по-моему-то, и нет, ребята. Поэтому, ладно, давайте сейчас я по пиларам поработаю. Пиларов нужно много, потолки нужны. Пиларов, чтобы пристраивать. Очень много камня потребует это все дело. Просто невероятное количество. Да, бывает. Подождите, а каменной рампы у нас нет, правильно? Да, нет. Получается, рампа там будет деревянная. Придется тогда на пиларах держать металлический потолок сверху, над ней. И потому что ее легко можно будет снести. Черт подери. Так что, не делаем каменную? Делаем, делаем, делаем каменную. Просто ее нужно будет защитить. В принципе, ее легко можно будет починить. Там же все не рухнет, если вдруг что. Как бы это не проблема. Вот видите, в солому уперся. Солому уперся, значит, уже здесь весь камень мы вытаскали. Так, вот так вот. Вот. Вот так вот, да. Сделаем вот так еще. И вот так еще. Так, два, один. Не хватает, скорее всего, сейчас камня, да. Камень уже кончается. Ну, камень, в принципе, с нашими инструментами легко добывать. Так, здесь вот. И вот здесь еще. И здесь уже ни черта нет. Хорошо, давайте уберем вот так. Четыре... 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 Десять. Да, пойду потолками покрою еще. Так, хорошо. Ну, вообще, идея такая интересная. Потому что, ну, возможно, тогда гранаты... Бои с гранатами будут проводиться как раз... Так, вот здесь нужно пристроиться. Бои с гранатами у нас будут проводиться как раз... А, во внутреннем помещении. А сверху будет еще один купол. Так. Надо было вообще по-хорошему хороший план составить. Но так как времени на этого особо нет сейчас... В принципе, эта идея, она нормально и будет работать. А здесь всегда будет вода. Иногда бои будут проходить между колоннами. Перестрелки, например. Вот это да. И света нет, освещения не хватает. Ну, здесь-то понятно. Здесь мы пилары вот так вот подделаем. То есть будет нормально. Смотрится, ребята, шикарно, кстати. Посмотрите, как это... Как это красиво будет смотреться. Так. Так, 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 так. Вообще ни черта не видно. Получается, у нас запасы камня очень быстро кончаются. Прям очень. Ну, камень, да. Очень. То есть, ну, в принципе, ребят, моя задача была сейчас показать вам... Тут можно все рассчитать. Попробовать так провести потом. Ну, как попробовать? Тут, видишь, еще... Поляна-то довольно огромная получается. Ну, тут просторное очень озеро получилось. Это, это... Что сделать, это проблематично будет. Изначально казалось, ну, что оно такое, ну, не очень большое на самом деле. А так-то достаточно большая тема. Чтобы это все покрыть. То есть, вот еще здесь, здесь... Посмотрите, уже вот это поле. Красиво-то получается. Красиво-то красиво, просто высоковато. И здесь лишний пилар почему-то воткнулся. Что за фигня? Это из-за неровности. Ай. Тут типа неровно, поэтому... Ну, да. Так и есть. Ну, здесь можно поставить ящики уже. Наверху построить. Чтобы не бегать туда-сюда. И сюда привозить следующие ресурсы. Ну, так и сделаем. Да, здесь нужно будет... Здесь тупо ящики поставить, как бы маленькое помещение. И все ресурсы, которые добываются для этого, как раз просто сюда на птицах подвозить, ящик скидывать и все. Чтобы не бегать туда-сюда. Там у нас сейчас все дислоцировалось. И подъем нужно... Тут сейчас можно будет еще лишние пилары поубирать. Да. Будет, как бы, ресурсы. Шахматную можно, можно шахматную. А некоторые бои, ну, можно будет делать, короче, в этом... Внизу. На воде. Межколон. Перестрелки, ребята. Крутяк же. А внизу можно будет сделать лабиринт. Да. И лабиринт. Да, тут вообще можно что угодно придумать будет. То есть вот такие дела. Да, мы это все, естественно, ребята, достроим. Я хотел вам показать наш процесс, естественно, и показать, что у нас вообще за основание получается. На этой арене будут сражаться все, кто захотят. Если у вас маленький левел, вы нашли сервер, вы пришли, например, на наш сервер, вы сможете принять участие в боях, которые будут здесь проходить. Вот. Соответственно, мы будем продолжать вот это вот все простраивать туда, приносить сюда ресурсы, привозить. Здесь будут две рампы. Ну и, естественно... В общем, советую вам следить за этим процессом. Я буду стараться вам его показывать. Арена будет готова, я думаю, в течение... Я не знаю, сколько на это уйдет. Как считаете, сколько у нас уйдет по времени на все это? Примерно на вскидку. Что? День? День? Закрыть озеро. Минимум закрыть озеро. Закрыть озеро полностью... Ну, я думаю, два дня тут, не больше. Видишь, тут еще как бы, я не знаю, нужно будет сверху как-то защитить. Просто на пиларах поставить через металл. А это металла столько понадобится, пипец, чтобы никто гранату сюда сбросить не мог. Либо вышки вообще по периметру пулеметные, проще этот металл реализовать туда. Прямо по всему периметру. Мы уже поставили пулеметные вышки, только там кабель еще надо. Ну, пролететь на бусте птицы можно будет легко, по идее. В центр-то к нам сюда. Ну, мы еще у... Ради удовольствия, например, с базукой. Чувака закрепил внизу, и он такой радостный. На тебе арену! Бенч, бенч. Я просто это представляю. Они же вообще разлетаются, камень, получается, легко. Ну, не так уж легко. Ну, да. С одного РПГ не... Ну, с одного нет, но все равно. И с одного С4 не выбьет, а гранаты тем более. Гранаты урона по 300 только наносят. Ну, в принципе, да, да, это же не дерево. Но... Три, по-моему, РПГ нам нужны. На камень. Кто испытывал? Три или... Или больше? Я не испытывал, но могу... Три С4. Там получается... Ну-ка, у кого есть базука сейчас? Билл, принеси базуку. Я могу испытать. Давай, да. Биба же есть, Наталья. Давайте попробуем пилар рубануть. Посмотреть, что он там... Нофикс только птицу надо отвезти, а то она у тебя... Маленькая красноперая пострадает. Сейчас Билл привезет базуку и посмотрим, насколько прочно это. Он внутри прикольно. Внутри атмосферно так. Вот здесь, здесь. Шим, бери и стреляй. Ну, давай. Называется... Ломать не строй, че. Да-да-да. Понеслась! Да, с двух. О, ХП нет. Демоличните их. Надо сверху демоличнуть, чтобы не потерять эту... Ну, как бы, фунда уже слабый. Да, с двух получается ракет и падает у нас одна часть. Конечно, сделаю. Короче, мы будем специально делать на арене такое шоу. Когда гладиаторы будут биться, некоторые люди будут класть C4 под ними и устраивать им ловушки. И будет падать пилар вместе с полом. Как вам идея? Ну, можно. А че? С4 ставить, типа, внезапно. Да-да-да-да-да. Дырочка. Это как это... В CSGO есть такие карты. Deathrun называется. Террорист нажимает кнопочку. И это... Кстати, у меня завтра выйдет. Ну, уже сегодня, получается, кто ролик смотрит. Можно потом... Кто же... Кто-то предлагал... Воссоздать какую-то карту, копию CSGO. Здесь же автоматы есть, пистолеты есть. А вместо ножа топор будет и бегать, типа, это... Рубаться. Как в CSGO. Ну, да. Ну, в общем, такая вот у нас ситуация, ребята. Пишите ваши комментарии. Если у вас есть идеи по улучшению, соответственно. Идеи по улучшению арены. Я это все прочитаю. Комментарии я читаю всегда. Все, естественно. Ну, когда-то быстро это делаю, когда-то попозже чуть-чуть. Но я читаю. Поэтому ваши, ребята, все отзывы, они учитываются. Мы делаем выводы свои. Поэтому не стесняйтесь. Ну, а с вами был Шиморо и Трайп Шиморо Шоу. Всем пока.